Доброе утро! У нас полвосьмого утра. Вовсю уже поют цикады. Наша оливковая роща. И сегодня у нас большие планы. Сходить на пляж. И потом поехать в город под названием Спарта. В тот самый древний город, в котором жили мужественные и красивые спартанские мужчины. Сейчас будем завтракать и выдвигаться в путь. Мы едем в Спарту. А оттуда планируем заехать в красивый город Мистерс. Погода солнечная и жаркая. Впереди нас ждет 100 километров пути. Субтитры создавал DimaTorzok Мы уже приехали в Спарту, заходим в археологический и исторический музей. Сейчас увидим, что нас здесь ждет. Скульптуры стоят на входе в музей, время работы с 8.30 до 3, и по понедельникам он закрыт. Вот такие вот фрески здесь находятся. Все представляют большую историческую ценность. Вот это и был весь музей. В принципе, если вы не фанат истории и не разбираетесь, чем фреска 9 века отличается от фрески 10, то можно и не ходить. Очень маленький, буквально на 10 минут. Мы сейчас идем в музей оливкового масла в Спарте. Говорят, что он очень интересный, есть что посмотреть. Безумно жарко. Все закрыто на дневную сиесту. Мы уже подошли к музею. Музей оливкового масла. Сейчас мы зайдем и узнаем, как же производится этот классический для Греции продукт. Вот часы работы и стоимость 3 евро. Здесь вот на картах зеленым цветом отмечен ареал произрастания оливковых деревьев. Мы видим, что по всему Средиземному побережью они растут, включая почти все острова, которые там находятся. Здесь в музее надо двигаться согласно вот этих вот цифр. Они расположены по порядку. И из них можно узнавать много информации про оливковое масло, как оно было найдено, в каких целях его использовали, бидоны, в которых хранили это оливковое масло. Как именно его транспортировали. Вот видно, его и на кораблях возили, и вручную носили. Здесь рассказывается о том, как использовалось оливковое масло в парфюмерии, какие ароматические композиции создавались для личной гидиены, как его использовали. Это вот черные маслинки здесь показаны. стадии, которые проходит масло для того, чтобы стать маслом. И виды оливок. Вот их сколько здесь. Как вы видите, отличается размером, количеством плодов на веточке. Посмотрите, какой большой бидон. Чаша с оливковым маслом. Пресс, который использовали ранее. Сюда, наверно, под низ ложились оливки. И пресс опускался на них и давил их промышленные весы, на которых это все взвешивалось. Вот еще один пресс из каменных колес. Тара. И вот как выглядел домик маслобойщика. Вот здесь красная кнопка. Давайте ее нажмем. А, вот смотрите. Начинает литься водичкой. Вот крутится. Сначала измельчается. Потом измельченную массу кладут под пресс. И уже там вдавливают масло. А вот еще одна промышленная отрасль из оливок. Это производство мыла. Мыловарение. Вот целые кусочки мыла. Настоящего оливкового. И как оно изготавливалось. Соответственно, хранилось. Сейчас мы подошли к таблице, где написано, в каком году и где проводились Олимпийские игры в Греции. Как мы знаем, Греция является родиной Олимпийских игр. Сейчас мы подошли к памятнику царю Леониду, самому известному правителю спартанцев, который трагически погиб в известной исторической битве, которая называется 300 спартанцев, под фермопилами. Они в количестве 300 человек противостояли огромному войску персов. И там погибли. Зато легенда осталась о них навсегда. И в город Спарту можно приехать только ради того, чтобы увидеть памятник этому великому царю. Мы сейчас заходим в древний комплекс в городе Мистра. Вход стоил 12 евро. Подходим к одному из горных монастырей Святого Кристофора. И здесь ничего нет, кроме каких-то каменных плит и закрытых дверей. Такие высокие каменные стены и сверху деревья хорошо защищают от солнца. Мы находимся на такой высоте. Фактически этот комплекс стоит на горе. В шести километрах от Спарты. Вот такая вот маленькая церковь встретилась нам на пути. Это ныне не действующий монастырь. Но посмотрите, как он красиво исполнен. Это настоящий скальный монастырь. Давайте зайдем внутрь, если есть такая возможность. Вверху купола фрески и росписи. Красивое место. Стараемся все дальше для того, чтобы увидеть действующий монастырь во всем этом комплексе. Он единственный здесь. Дорога все время идет вверх. Мы наконец-то добрались до вершины, до монастыря Пантанаса. Очень долгий путь мы прошли. Шли снизу вверх по жаре. Большая высота, сложно было идти. Но сейчас мы зайдем и посмотрим, ради чего же мы так мучились. Вот такой вот вид снизу. Вот кто тут живет. Котики. Вот такой вот дворик у этого собора. Опять лестничка наверх. Придется подниматься. Мы зашли уже на второй этаж. Это действующий монастырь. Поэтому здесь надо вестись тихо. Мы стоим на самой вершине. Мы пришли вот оттуда. Вот монастырь. Очень красивый. Мы уже почти спустились вниз. На самом верху был этот монастырь. Мы спускаемся сейчас немножко другой дорогой. не той, которой поднимались. И видим, соответственно, новые и новые развалины. Стоит туда подняться. Особенно если вы верующий человек. Обязательно стоит. Вот. Вот.